здравствуйте эфир программа в центре внимания в студии Евгения Монакова сегодня мы будем говорить о том как решается вопрос с последствиями подтопления которое случилось этим летом в Амурской области и до сих пор обрабатываются идет процесс обработки заявления от подтопленцев потому что их очень много в этом году вот о том как он проходит и какие суммы выплачиваются подтопленцем мы сегодня поговорим с начальником отдела Министерства социальной защиты населения Амурской области Анной Гальдаши здравствуйте добрый день ну я так понимаю работы действительно у Минсоузащиты в этом году просто огромное количество кроме текущих вопросов еще приходится заниматься заявлениями от подтопленцев и мы даже с вами оценить не можем сколько их да но какие цифры есть настоящий момент на сегодняшний день органами местного самоправления у нас утверждены перечни пострадавших домов 676 это утраченное жилье и 724 это поврежденное жилье которое требует капитального ремонта то есть в общей сумме это 1400 жилых помещений соответственно 1400 семей которые могут претендовать на меры поддержки действительно очень серьезные цифры я знаю что начали обрабатывать принимать обрабатывать заявление вот с первых же дней как это только стало возможно как только вода стала сходить и этот процесс идет до сих пор этот процесс идет до сих пор заявление мы начали принимать в середине июля текущего года до сих пор граждане подают заявление пока Пока срок приема заявлений до 1 декабря, возможно, если мы не успеем обработать всех, он может быть продлен. То есть подавать можно до 1 декабря, но может быть даже и дольше. От чего зависит? Почему люди не подавали сразу заявление? У многих граждан есть ситуации, которые требуют доработки каких-то правоустанавливающих документов, либо жизненных ситуаций в судебном порядке. Вот на сегодняшний день достаточно большой процент граждан еще находятся в судах. Возможно, часть из них уже к нам зашли, получили так называемые условные отказы. На сегодняшний день в судебном порядке, когда они решат свои проблемы, они к нам вернутся, и мы будем дальше с ними работать. То есть вы сами осознаете, что это не конец, даже если они у вас получили отказ, они еще могут в суде доказать свое право. Ну что ж, давайте тогда говорить о том, на что они могут рассчитывать. Я знаю просто, что уже есть часть людей, которые даже приобрели квартиры на эти средства. Вот давайте о суммах как раз, о том, на что они могут рассчитывать, и поговорим. Ну то есть два направления мер поддержки. Первое – это выплата на приобретение либо строительство жилого помещения, и выплата на осуществление капитального ремонта жилого помещения. Выплата на приобретение жилья рассчитывается из нормы площади жилого помещения, также исходя из социальной нормы. То есть если у нас семья состоит из одного человека, размер выплаты ему может быть рассчитан из 33 квадратных метров. Семья из двух человек – 42 квадрата, ну и, соответственно, 3 и более по 18 на одного члена семьи. Но здесь одна есть оговорочка – не более площади утраченного жилья. То есть если у нас два человека по норме 42 квадрата проживают в жилье 38 квадратных метров, то выплаты они получат из расчета 38 квадратных метров. Ну а если жилье было больше по площади, то в этом случае считается по норме, верно? Считается, да. Если, допустим, у нас жилье пострадало 100 квадратов, а проживает 4 человека, то размер выплаты им будет предоставляться из расчета 72 квадратов. Ну и по стоимости. Минстрой Российской Федерации утвердил для Амурской области стоимость квадратного метра равна 86 554 рубля. Соответственно, умножается на ту площадь квадратных метров, которую я сказала. Получается размер выплаты. Ну, для примера, 33 квадрата – это 2 миллиона 854 рубля, ну там с небольшими копейками. То есть люди могут рассчитывать на эту выплату. Размер выплаты на капитальный ремонт, согласно федеральному порядку, рассчитывается из 6 тысяч рублей на общую площадь пострадавшего жилья. Но Амурской областью принято решение об увеличении стоимости 1 квадратного метра. И на сегодняшний день люди получают выплату из расчета общей площади пострадавшего жилья, которая умножается на 8 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Что касается реализации этой денежной суммы, то есть покупки уже непосредственно недвижимости, люди могут купить в любом районе, регионе Амурской области? И в Амурской области, и на территории Российской Федерации. То есть это может быть реализовано где угодно? Не только в Амурской области, поскольку федеральными правилами не установлены ограничения, поэтому мы тоже не вольны граждан ограничивать в этом праве. Самое главное, чтобы приобретаемое жилое помещение соответствовало всем требованиям, которые предъявляют наш региональный порядок. А в каком виде вообще получают люди вот эту выплату? Это как-то деньгами или же сертификатами? Ну, все называют, конечно, это сертификатами. На самом деле, когда мы принимаем положительное решение, гражданин проходит согласование в списках. В списке указывается сумма, указывается размер, указываются члены семьи, которые имеют право на получение выплаты. После чего мы выдаем гражданину уведомление, так называемое. С этим уведомлением он должен открыть специальный счет в кредитной организации. Почему он специальный? Потому что снять с него деньги и потратить их по нецелевому назначению, к сожалению, не получится или к счастью в этой ситуации. Только на недвижимость? Только на недвижимость. И плюс есть обязательное условие предоставления выплаты на приобретение либо строительство жилья. Утраченное жилое помещение должно быть передано в муниципалитет. Естественно, это происходит после того, как человек реализовал свое право, то есть приобрел себе жилье взамен утраченного. А на сколько человек уже воспользовались вот такой возможностью и приобрели себе жилье? Ну, надо сказать, что денежные средства – это порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Мы уже зачислили гражданам на специальные счета. Из них более 70 уже жилье отремонтировали и больше 100 уже приобрели себе жилое помещение. Но все-таки мы понимаем, что на очереди еще большое достаточное количество людей. Мы все понимаем ситуацию на строительном рынке, которая сейчас складывается. У нас не так много объектов. Это действительно проблема такая. Вот что касается срока реализации. То есть до какого времени люди должны воспользоваться этой суммой? И можно ли в случае, если не получается найти решение объекта недвижимости, продлить как-то его? На сегодняшний день, когда гражданин получает положительное уведомление о том, что ему предусмотрена выплата и идет дальше совершать остальные действия в соответствии с порядком, у него есть 6 месяцев для реализации своего права. То есть граждане в основном получали у нас выплату октябрь, допустим, сентябрь, ноябрь. То есть через 6 месяцев наступает окончательный срок, когда он должен приобрести себе жилое помещение. На наш взгляд этот срок достаточно, с учетом того, что граждане проживают все-таки в непригодном жилье, либо где-то снимают квартиры. Поэтому пока речь не идет о продлении срока, мы надеемся, что в течение полугода все граждане уложатся и приобретут себе жилое помещение. То есть в принципе пока у всех удавалось со сроками? Да. Все понятно. Какие проблемы чаще всего возникают у подтопленцев у наших по поводу этого участия в этой программе? Ну вот, вы знаете, основной проблемой я бы хотела отметить. Жилое помещение в соответствии с нашими правилами должно соответствовать определенными требованиями. Ну, во-первых, жилое помещение должно приобретаться на земле, которое не подтоплялось, не затоплялось ни в наводнении 2013-го, ни 2019-го годов. Оно должно быть в обязательном порядке пригодно для проживания. И его цена не должна быть завышена. Это требования, которые предъявляет Минстрой России, когда предоставляют нам финансовое обеспечение в этой части. И, соответственно, очень многие граждане, мы сталкиваемся с непониманием этой ситуации. Вот, например, на территории Амурской области утвержден приказ Минстроя Амурской области, который устанавливает среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилья по муниципальным и городским округам, по муниципальным районам области. Естественно, она везде разнится. Несмотря на то, что выплату мы абсолютно всем выдаем из расчета 86 тысяч за квадратный метр, приобрести они не могут по завышенной цене. Например, у нас в Архаринском районе стоимость квадратного метра 26 тысяч. А в Тамбовском районе 39 тысяч. Так вот, норма звучит таким образом, что приобрести жилое помещение можно не более чем на 10%, чтобы стоимость квадрата превышала вот эту установленную стоимость Минстроя Амурской области. То есть, например, если человеку дали выплату на 33 квадратных метра, он покупает в Тамбовском районе. С учетом вот этих 10%, о котором я сказала, размер выплаты, которая может быть направлена на приобретение одного квадратного метра жилья в Тамбовском районе, составит 43 тысячи за квадратный метр. То есть, он 33 квадрата приобретет, естественно, за эту сумму и деньги у него останутся. Поэтому у него есть возможность приобрести жилое помещение больше квадратуры. У нас есть ограничения, что приобрести жилье необходимо не менее той площади, на которую мы дали выплату. То есть, не менее 33, если мы рассчитали на 2 миллиона 854 рубля. Но в большую степень никто гражданина не ограничивает. Поэтому здесь есть такая возможность. Но граждане зачастую не понимают вот этих вот нюансов. Доплатите 10%. Ну, к сожалению, на сегодняшний день такой вопрос не рассматривается. Ну что ж, Анна, правда, спасибо вам за ценные советы, за разъяснение ситуации. Надеюсь, что всем удастся уложиться в срок и реализовать средства. Спасибо. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня в Стозе начальник отдела Министерства социальной защиты населения Амурской области Анна Гайдаш. Вы смотрели «В центре внимания». До встречи в эфире. До встречи в Вал 취рке. До встречи вещества. Продолжение следует...